Налоговая служба непосредственно содействует динамичному развитию страны и росту экономического благосостояния, так как основным источником доходов государства являются налоги. Кыргызстан принимает все необходимые усилия для развития полноценной и качественной службы по сбору налогов. Почти 80% государственного бюджета нашей страны формируется за счет налоговых поступлений. Это налоги предпринимателей и других физических лиц. Люди вовремя платят налоги, и это позволяет на установленные сроки пополнять государственный бюджет. Собранные средства передаются государству, потом из них выплачиваются пенсии и пособия, а также заработная плата государственных служащих. ГНЭ за январь-май этого года собрала в госбюджет 60 млрд 866 млн сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 1 млрд 245 млн сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налогов собрано больше на 22 млрд 436 млн сомов. Кроме этого, в налоговый кодекс внесены новые положения, которые направлены на поддержку отечественных производителей. Снижены ставки отдельных налогов, созданы условия для увеличения финансирования отрасли экономики. Теперь данная служба работает в цифровом формате, что дает налогоплательщикам возможность оперативно выполнять свои обязательства по уплате налогов. Мы в прошлом году открыли Центр обслуживания предпринимателей. Это первый такой наш опыт, и мы планируем в дальнейшем его распространить на все территории республики. Это позволяет налогоплательщикам, нашим предпринимателям получать любые свои услуги, получить ответ на любые свои вопросы в одной точке, в одном месте. Более того, со всеми предпринимателями, с населениями мы начали поднимать вопросы повышения налоговой культуры, налоговой грамотности. И в этих целях мы начали проводить открытые диалоги в наушных кругах, провели первый экономический форум на тему налоговой грамотности. Налоговая служба проводит лотерею, требуя чек, выигры и приз, где разыгрываются айфон, автомобили и другие ценные призы. А в качестве супер-приза заявлена квартира в Бишкеке. Чем больше чеков, тем выше шанс выиграть приз. На площади Аллато были объявлены первые победители данной лотереи. Возьми чек и выиграй приз. На мероприятие принял участие председатель кабинета министров Ахлбик Джапаров. В своем выступлении он заявил, что благодаря налоговым поступлениям выдаются пособия и пенсии. Он поблагодарил налоговую службу, которая, несмотря на трудности, выполняет поставленную задачу по сбору налогов. Дорогие наши кыргызстанцы, в этом году с вашей помощью мы поднимаем ресурсы консолидированного бюджета страны до 400 миллиардов сомов, что позволит вовремя обслуживать внешний долг и повысить заработную плату, пособия и пенсии. В этой связи я благодарен налоговой службе, которая, несмотря на критику общественности, митинги перевыполнила и выполняет поставленную задачу по сбору налогов. В истории ГНС это первый мегапроект, направленный на повышение гражданской активности населения и контроль дисциплины налогоплательщиков по применению ККМ. По словам депутата Дастана Бекешева, чтобы страна развивалась, каждый гражданин должен платить налоги. «Ведётся хорошая политика в отношении пополнения налогов. Я сам работал в налоговой инспекции и знаю, что если мы хотим, чтобы государство развивалось, то каждый гражданин, получающий доход, должен платить налоги. Уважаемые граждане, если у нас будет такая культура, мы обязательно будем развиваться. Если вы будете платить налоги государству, будут построены дороги и повышены зарплаты». Для участия в розыгрыше выпущено более трёх миллионов электронных лотерейных билетов. Было разыграно два автомобиля, десять айфонов, десять смартфонов и другие ценные призы. «На сегодня между этим участниками будут разыграны 52 ценных подарков, в том числе и два автомобиля, как на сцене сегодня видят наши горожане. Второй и третий тур запланирован на 1 октября этого года и последний тур, где будет разыгран наш главный приз – это квартира в Бишкеке 31 декабря этого года». «Для проведения прозрачной игры выбрана международная система. Она случайным образом выбирает цифры. Исходя из выбранного номера, определяется айди-билет. Таким образом выявляется победитель». «Наши люди очень ждали розыгрыша этой лотереи. Как видите, игра идёт прозрачно. Мы проводим его в современном формате. Победителя выбирает компьютер. Так что, надеюсь, сомнений у соотечественников не останется». По условиям акции, сами организаторы, сотрудники государственной налоговой службы и сотрудники государственного учреждения «Салоксервис» при ГНЕС не могут участвовать в лотереи. Ну а в целом в данном розыгрыше приняли участие более 65 тысяч человек, которые отсканировали чеки на сумму более 3 миллиардов сомов. «О лотереи я узнала в соцсетях. Всего мы сделали покупку на 30 300 сомов. Надеемся выиграть приз. Будем продолжать участвовать». «Как только мы узнали об акции, начали участвовать. У меня сейчас 37 билетов. На самом деле, ККМ необходим для развития кыргызской экономики, потому что нам нужно выявить скрытые средства». Председатель кабинета министров объявил номер победителя машины. Им оказался житель Нарынской области Эрнист Джанебаев. В связи с тем, что он не присутствовал на церемонии, ему позвонил сам Аклбек Джапаров и сообщил о радостной новости. «Отметим, получить чеки в игры и приз стартовал 10 мая. Привлекательная лотерея пройдёт во всех регионах Кыргызстана и продлится до 31 декабря 2022 года. Второй раунд призов будет разыгран 1 октября, а третий – 31 декабря этого года. Для участия в лотерее необходимо скачать мобильное приложение «Салкчек» и зарегистрироваться». Альбина Айбекова, Бигзат Машрапов. Итоги недели.